Теперь наши предикшены нужно поместить в файл CSV, это делается с помощью библиотеки Pandas, мы можем сделать там некоторый объект DataFrame, из двух листов сделать и две колонки, немножко поработать с самими колонками, потому что у нас ID-шники это пока что пути до изображения, на самом деле нам нужно именно ID-шники, то есть четыре цифры, которые соответствуют ID-шнику изображений. И после того, как мы проделаем вот все эти вещи, у нас получится такой вот CSV-файл, у которого будет ID-шник и лейблы Dirty или Claimed. Этот CSV-шник мы сохраним в файл, и еще вот такой вот очень тонкий момент, который в принципе не сильно важен, если вы это делаете не на платформе Kaggle, а у себя на компьютере. Так как мы создавали какие-то файлы train-val-test в текущей директории, то Kaggle очень сильно ругается и ломается, если вы создадите очень много файлов, и поэтому в конце вот всего этого ноутбука неплохо было бы почистить те папки, которые уже не нужны, то есть это папки с нашими датасетами, которые мы создали сами, когда копировали из инпута в наш train-val-test. И после того, как вы нажмете Commit, у вас появится ваша первая версия данного кернела, все эти ячейки выполнятся заново сверху вниз, и получится файл Submission.csv, который можно будет загрузить в Kaggle и получить некоторый score и место на лидерборде.